Второй день кадеты и курсанты из 17 городов ЦФО соревнуются за звание лучшего спасателя водника. На пляже парка Харенка развернулся целый городок МЧС. В течение дня ребята демонстрируют свои знания на практике, проигрывая те или иные жизненные ситуации. В этой палатке участники из разных команд слушают инструктаж по спасению. Врач объясняет, как правильно положить руки пострадавшему на грудную клетку, каким должен быть вдох. По легенде, спасенный из воды человек наглотался воды. На компьютере отображены данные о том, правильно ли проводятся спасательные мероприятия. Врач шутит, что если бы вместо манекена был человек, у него были бы сломаны все ребра. Медицинский этап – неотъемлемая часть подобных состязаний. Он интересен тем, что мы учимся спасать человека. Это практически реальные условия. Манекен компьютеризирован. Это очень интересно и действительно в жизни может пригодиться. Пригодиться может и гребля. На старт выходят две команды, в каждой по три байдарки. Обогнув все буйки и ворота, нужно пройти круг в 230 метров, выполнив правый и левый повороты, а также разворот на 360 градусов. Время прохождения каждой байдарки суммируется в общий счет. Лучший результат в 4 минуты 30 секунд показали Владимирская и Воронежская команды. Среди участников есть и байдарочники со стажем. Общие ошибки какие можно заключить? Только в том, что дети очень немножко невнимательны. Ну не очень, а немножко внимательны. У многих команд есть касание этих рожающих боев. А так, в общем, дети молодцы, стараются. Мой этап самый любимый – это плавание в спасательных жилетах, потому что я очень люблю плавать, и я хорошо плаваю, поэтому это как бы мне больше свойственно. Но еще мне понравились вот на байдарках соревнования. Я первый раз участвовала, и это тоже неплохо. Некоторые этапы технически проще судить на суше. Чтобы создать для участников равные условия, организаторы выделили площадку для броска спасательного круга. У каждой команды три попытки. В соревнованиях лучший результат – зачет, в реальной ситуации – спасенная человеческая жизнь. Судилась правильность подготовки спасательного средства к броску, выполнение самого броска и точность броска. Ведь при броске нельзя травмировать самого пострадавшего. Если вы на секундочку представьте себе, человеку, который находится в проруби, в переохлажденном состоянии, вы еще в голову попадаете тяжелым спасательным средством, вряд ли это будет помощью, скорее, наверное, наоборот. Поэтому бросок должен быть правильным и эффективным. Лучший спасатель-водник определится завтра на водном этапе в городе Шуя. Пока выбрать лидера сложно. Все команды выступают на равных. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.